Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. Сегодня новости вместе с глубоко уважаемым Юрий Никитичем Беленковым, академиком Российской Академии Наук, профессором Сеченовского университета, заведующим кафедрой госпитальной терапии. Добрый день, Юрий Никитич. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Спасибо большое, что вы согласились прокомментировать конгресс, который совсем недавно закончился. Это конгресс в Праге с 20 по 23 мая, так называемый Малый конгресс Европейского общества кардиологов. Но вот посмотрите, на самом деле, какой он Малый, когда там 292 сессии, 1098 лекторов, 44 спонсорские сессии и 1034 абстракты. То есть это, на самом деле, очень крупное мероприятие. И огромная честь, конечно, Юрий Никитич, что вы согласились прокомментировать этот конгресс, потому что вы, ну, как сказать, лидер, да, в сердечной недостаточности, возглавляете общество в сердечной недостаточности, лидер мнений. Вот очень интересно сегодня обсудить, в таком контексте мы сегодня можем говорить об этих новостях. Это просто, это смена вообще парадигмы, смена взгляда на сердечную недостаточности или все-таки, ну, в той же парадигме, но какие-то вносятся туда уточнения, изменения. Вот, и, наверное, если вы позволите, Юрий Никитич, я сначала хотел бы задать первый вопрос по поводу, того спектра обсуждений, который касался острой декомпенсации сердечной недостаточности. И, в частности, обсуждалась проблема не только диуреза, контроля диуреза, но и контроля натриуреза, именно под контролем уровня натрия в моче изменения дозы диуретиков, а не под контролем объема мочи. А вот именно уровень натрия является ведущим или комбинируется с контролем диуреза. Потом вот появились очень интересные доклады, которые касаются CGLT-2, которые применяются теперь не только при хронической сердечной недостаточности. Раньше прежних исследований тут назначали 4 дня после декомпенсации, сейчас уже с первых дней. Вот опять интересная такая позиция. Или, например, то, что все хорошо уже мы обсуждали, знаем про Диакарп и новая его позиция. Наш старый добрый Диакарп вдруг показал какие-то потрясающие результаты. Вообще, что это? Это изменения какие-то глобальные или все-таки это просто уточнение некоторых позиций? Как вы думаете, Вера Николаевича? Это уже прошло, и мы можем уже конкретно говорить. Итак, по мочегонным препаратам. Конечно, да. Очень много говорилось о глифлозинах. И мы начнем с них и, вероятно, закончим глифлозинами, потому что этот вопрос постоянно обсуждался в Праге. Здесь же очень интересная вещь. С одной стороны, применение глифлозинов при острой декомпенсированной сервисной оснащенности как будто бы ничего близкого к мочегонному эффекту не имеет. Но тем не менее, вы абсолютно правильно сказали. Это натрию РЭС. А это препараты, ингибиторы натрия глюкозного обратного транспортера. То есть, все равно, так или иначе, это связано с почками и все равно это связано с каким-то мочегонным эффектом. То, в принципе, помимо глифлозинов, если мы говорим о мочегонных препаратах, значит, конечно, обсуждалось исследование, которое было проведено еще до Праги и уже было представлено, по-моему, в Американском колледже, да, на Американском колледже кардиологов. Это сравнение фуросемида и торосемида. Если вы помните, это давнишнее состязание. Так вот, это исследование показало, что они вышли в ничью. В принципе, ну, есть какие-то плюсы небольшие у фуросемида, есть какие-то плюсы небольшие у торосемида, но, тем не менее, по эффективности они были практически одинаковые. То, что касается вот этих старых исследований, вернее, нашего старого проверенного диакарба, значит, естественно, для наших зарубежных коллег это ацетазоламид. И, как говорят, новое – это хорошо забытое старое. В принципе, да. Да, они показали, что добавление ацетазоламида петлевым геуретиком, конечно, улучшает эту ситуацию. Более того, снижает или увеличивает, так сказать, сраспок мочегонным препаратом, то снижает толерантность. Это так, по-моему, да? Да, очень интересное было исследование. И, конечно, для нас неудивительно, мы и так применяли его в практике, но теперь мы имеем хорошую доказательную базу. Так что мочегонным препаратом или вообще эоволемией, как сейчас модно говорить, было уделено много внимания, но, тем не менее, были еще интересные вещи. Давайте, может быть, пойдем дальше. Да, Юрий Никитич, Мария Владимировна, вот очень интересно, на самом деле для меня удивительно вот это то, что здесь сейчас обсуждают проблему гендерного неравенства, в каком контексте, что женщины всех возрастов, перенесшие инфаркт миокарда, подвергаются особенно высокому риску неблагоприятного прогноза. При том, что мы все время думаем, что мужчины в высоком риске. И это доктор из Португалии, Мариана Мартинья. Что дальше? Эти женщины нуждаются в регулярном наблюдении после сердечного приступа со строгим контролем давления холестерина, глюкозы, а также в направлении на кардиологическую реабилитацию. Уровень курения среди молодых женщин растет, с этим требует бороться наряду с пропагандой физической активности здорового образа жизни. И самое главное, вероятность неблагоприятных исходов у женщин в 2-3 раза выше, чем у мужчин в краткосрочной и долгосрочной перспективе, даже после поправки на другие условия, несмотря на то, что ЧКВ проводилось в те же сроки, что у мужчин. Потому что раньше мы могли это объяснять тем, что у них просто ЧКВ позже проводилось, потому что настороженности у женщин меньше, а здесь вроде бы и ЧКВ в одни и те же сроки. И вообще это противоречит вот даже моему представлению, если честно, потому что у женщин выше приверженность к лечению, они больше здоровьем своим озабочены. Вот как-то очень неожиданный результат, да? Ну нет, конечно. Мы этот вопрос обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать. Мы потом покажем вам следующий слайд, его Мария Владимировна прокомментирует, потому что даже не только этот доктор из Португалии, даже сама Кэтрин Лэм, одна из ведущих кардиологов мира, она сама из Гонконга, она представила вот эти вот данные по экспертному консенсусу. В чем дело? Ну давайте так, начнем тогда с ЧКВ, так сказать, вот с ревоскулиризации, давайте так. Когда женщины подходят к этому этапу, а это после 50-52, как вы сами понимаете, 54 лет, это тяжелейший диспункция эндотелия, это уже сопутствующий букет заболеваний и поджелудочной железы, холециститы, заболевания щитовидной железы, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела, то есть достаточно много факторов риска, которые уже у женщин начинают работать. Раз. Второе. Это то, что никакого, будем так, ничего личного, чистая гидродинамика. То есть у женщин коронарные артерии уже и кровоток медленнее. А любой специалист по эндоваскулярным методам лечения скажет, что чем шире просвет сосуда, чем быстрее кровоток, тем лучше эффективность проводимой ревоскулиризационной терапии. И третье. Это немножко субъективное отношение докторов к женщинам. Ну вот когда попадает ко мне изящная женщина с весом, я не знаю, там, 60 килограмм, да, вот я думаю, как же, ну я так не делаю, я даю полные дозы, честное слово. Ну вот начинает доктор, как же я дам ей полные дозы препарата. Ведь она такая изящная, она такая нежная, она такая хрупкая, то есть будут побочные эффекты. И, как правило, не дает полную дозу. А мы сейчас четко понимаем, что если рекомендованные дозы снижены хотя бы на 50% от рекомендованной, извините ради вас за тавтологию, да, то эффективность кардинально снижается. То есть здесь, я всегда говорю, учу своих студентов, своих молодых сотрудников, да, пациента нельзя жалеть. Ему надо помогать. Как только начинаешь жалеть, все, начинаются ошибки. А вот теперь по сердечной недостаточности, по саграм диабет, Мария Владимировна, как? Да, на самом деле сейчас появляется все больше данных о том, что фенотип женский и мужской по сердечной недостаточности, они тоже различаются. Как уже сказал Юрий Никитич, для женщины более характерно микроваскулярное поражение и развитие диастолической дисфункции. Поэтому и фенотип сердечной недостаточности для них более характерен сохраненной фракцией выброса. И мы видим этих женщин с более выраженной диастолической дисфункцией, с более выраженным концентрическим ремоделированием. И, конечно, для этих женщин часто более сложная терапия, так как мы уже прекрасно знаем, и сегодня мы это будем обсуждать, что для низкой фракции у нас известные подходы к квадритерапии. Сейчас, надеюсь, большинство врачей уже ее используют. Но я хочу заинтриговать. Последний слайд будет вообще неожиданным. Хоть и квадритерапия, но все-таки неожиданным. Как интересно. И в то же время, да, действительно, эти женщины часто недооцениваются тяжестей к состоянию. Для мужчин же характерны, конечно, перенесенные крупные инфаркты с большим рубцом, с развитием недостаточности с низкой фракцией выброса. И качество жизни, интересно, что гораздо хуже у женщин. То есть мужчины, с одной стороны, выживают меньше, а качество жизни хуже. И, конечно, я хотел бы еще обратить ваше внимание на правую часть слайда. Это ожирение. Очень серьезные выступления наших американских коллег, английских коллег. Было посвящено, даже, по-моему, даже был еще, а нет, он англичанин, он неградского происхождения, но он англичанин. Были посвящены именно висцеральному ожирению. Это очень серьезное направление. Давайте пойдем дальше. А то у нас, у нас, Павел Николай, у нас очень много интересного. Да, я бы, знаете, продолжила бы про женщин говорить. Прямо мне хочется, потому что когда-то занималась сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщины, я там вижу, как фактор риска рождения ребенка с низким весом, это маркер высокого риска. В общем, это, мне кажется, прям отдельный разговор, но очень интересный. А вот эта вот публикация, она тоже, честно говоря, вот, Юрий Никитич, мне казалось, что это, ну, действительно, назначать диуретики просто потому, что появились отеки, не разбираясь, почему их назначили, ну, это как-то вот совсем вот несовременно. И, ну, даже стесняешься об этом говорить. А тут вдруг профессор из клиники Глазга Клейланд говорит о том, что действительно это проблема, что мы лечим симптомы, что мы назначаем диуретики, а диагноз КСН не ставим. Вообще, вот как к этому относиться? Это же... Ну, прежде всего, относиться серьезно, потому что Джон Клейланд, я с ним встречался в Праге, я с ним знаком многие годы, это, ну, человек, который, как минимум, в пятерку ведущих кардиологов мира он входит. То есть зря он никогда ничего не напишет и зря ничего не скажет. Вот если вы покажете нам следующий слайд, то это... Давайте следующий слайд. Так, так вот, понимаете, какая штука? То есть на что опирался и чем, так сказать, аргументировал это Клейланд? То, что, особенно, опять-таки, мы возвращаемся к женщинам, опять-таки, мы возвращаемся к недиагностированной или передиагностированной сердечной недостаточности, сохраненной фракцией образового желудочка, и здесь мы подходим, опять-таки, к фенотипическому подходу в диагностике. Поэтому здесь есть целый... Для того, чтобы точно назначить мочегонные препараты при именно сердечной недостаточности, мы должны отмести очень много других причин. Ну, допустим, классическая причина, я тут не буду далеко ходить. Женщина приходит к нам, допустим, к макзонирной ко мне, на прием говорит, у меня сердечный насос, у меня текли ноги, лодыжки. Спрашиваем, а что вы принимаете? Антагонисты кальция. Да. Дальше можно не спрашивать, потому что это наиболее типичное нежелательное явление от агонистов кальция, развитие для отека и лодыжки. Никакого отношения к сердечной насосуществе это не имеет. Дальше, задайте нам слайд, пожалуйста. И вот именно поэтому сейчас это самые новейшие таблицы диагностики сердечной насосуществ, сохраненной фракцией образового желудочка. Видите, это 23-й год, именно даже это экспертный консенсус. Мы еще немножко будем говорить о будущем сердечной недостаточности, и мы тогда будем говорить о некоторых новинках, новеллах. Здесь четко, опять-таки, смотрите, что стоит на первом месте? Ожирение. Индекс массы тела больше 30 и больше. Второе место – фибрилляция предсерд. Затем очень интересная вещь – легочная гипертензия. И в Праге было очень интересное исследование по мониторированию давления в легочной артерии с помощью имплантируемого устройства. Возраст старше 60 лет и, конечно же, диастола. И вот если это достаточно простая... Знаете, эта простая таблица напоминает классическую таблицу Ольги Николаевны Ткачевой по поводу хрупких пациентов. А вот это метод, да? Да-да-да, по поводу хрупких пациентов. Она чем хороша, чем привлекательна? Она проста. И ваша таблица проста. И здесь ничего мудрого нет. Но если вы четко сложите баллы, это будет больше 6 баллов. Это будет именно сердечно недостаточно сохраненной практикой образования для желудочек. Дальше поехали. Юрий Никитич, а вот исследования, которые касаются ингибиторов СИДЖИЛ-2, показали свою эффективность, и суккубитрилового сортана, да, которые свою эффективность показали вне зависимости от фракции выброса. Вот вообще насколько сохраняется требность в разделении пациентов с разной фракции выброса. Это все... У нас мы выставлены были слайды после этого, да? Дайте у нас следующий слайд сразу. Да, пожалуйста. Это очень интересный вопрос. И он касается двух направлений. Первое. Это то, что все больше и больше сейчас уделяется внимание фракции выброса, которые мы относим к сохраненной. То есть это 50 и выше процентов. А честно говоря, сейчас начали уже появляться термины нормальная и супернормальная фракция выброса при хронической сердечной достаточности. И если с левой частью этого слайда все понятно, то вы видите, сколько все-таки среди пациентов, которые госпитализированы, нормальная фракция выброса левого желудка. А если вы дадите нам следующий слайд, это будет еще интереснее. Следующий, дайте нам, пожалуйста. Итак, это вот сейчас та проблема, по которой ломается наибольшее количество копий. Я сейчас об этом потом в конце немножко скажу. Итак, мы понимаем, что есть истинная сервисная насоса с низкой фракцией выброса левого желудочка, и есть истинная сервисная насоса с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. И вот это есть промежуточная часть, которую все обсуждают, есть она или нет, а может быть все-таки нам ограничено двумя градациями, которая тоже, она состоит из многих составных частей. И очень трудно, практически, вот Мария Владимировна этим занимается немножко, вот очень трудно даже сказать, куда пойдет этот пациент с умеренно сниженной, то ли влево, то ли вправо. Вот как это лучше сделать, Мария Владимировна? Да, на самом деле, конечно, очень сложный вопрос, и плюс мы еще здесь учитываем тех пациентов, у которых улучшилась фракция выброса, и это сейчас очень большая комборда пациентов, которых мы в настоящее время ведем как пациентов с улучшенной фракцией выброса. И, конечно, вот вопрос в отношении лечения, как мы когда говорим, мы все время апеллируем только медикаментозными методами лечения, но не стоит забывать, что многие показания рассчитаны для девайсов, для имплантируемых устройств, для механической поддержки, и мы не можем уйти от понятия фракции выброса, потому что оно все равно нам нужно в некоторых ситуациях клинических. Так вот, отвечая на ваш вопрос, Ольга Николаевна, с одной стороны, мы сейчас, конечно, очень серьезно занимаемся вот этой частью проблемы. Я вам покажу, почему, потому что грядет новая классификация, мы к ней вернемся. И второй вариант, это то, что сейчас для двух классов препаратов, прежде всего для глифлозинов, конечно, и в другой, чуть-чуть, чуть-чуть меньшей степени для Юпериор, саккубитил властартан, было показано, что препараты одинаково эффективны при любой фракции выброса левого желудка. Почему я так вот немножко смикшировал ситуацию с Юпериор, потому что у больных с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Юпериор улучшал качество жизни и снижал процент повторной госпитализации. Вот если для глифлозинов, там есть уже данные по снижению смертности, от сердечной недостаточности и, естественно, госпитализации, то для Юпериор, да, госпитализации снижаются, качество жизни улучшается, но вот с точки зрения смертности, ну, были получены результаты, близкие к статистически, но недостоверные. Но с другой стороны, конечно, сейчас вот в Праге произошло уникальное событие, объединили несколько исследований по глифлозинам, получили почти там 5,5 тысяч пациентов, которые принимали эти препараты, и там они четко показали, что да, глифлозины можно применять при любой фракции выброса левого желудочка. Юрий Никитич, ну и вообще, вы всех заинтриговали, конечно, потому что тоже все-таки нас ждет, вот что такое будут рекомендации 2023 года, что за новости, раскройте, пожалуйста. Ну, вы знаете, да, лучше всего давать прогнозы, как Нострадамус, лет на 400 вперед, вот, чем давать прогноз на ближайший год-два. Но, тем не менее, есть два очень интересных направления, которые вы сейчас, они очень болезненные, они очень серьезно обсуждаются, не буду скрывать. И прежде всего, это классификация. Это, хотя здесь стоит 22-й год, Американская ассоциация сердца, Американский колледж, и уже это в рекомендациях. Почему я говорю, что это в ближайшее будущее? Потому что, видите, это рекомендации 22-го года. Значит, скорее всего, в 23-м году это будет в наших, в наших рекомендациях, вернее, в европейских рекомендациях. Ну, не мне вам рассказывать, вы вовлечены в создании всех рекомендаций. И в 24-м году они будут у нас. Итак, 4 стадии. А, Б, С, Д. Из них реальная сердечная недостаточность. Это стадии только С и Д. То есть, А, по сути дела, это развитие даже не сердечной недостаточности. Это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что здесь, в основном, факторы риска. Стадия Б, да, это стадия риска развития сердечно-сосудистых заболеваний сердца. Ну, а С и Д, это уже то, что мы именно и имеем, когда мы говорим о сердечной недостаточности, имеем в виду. То есть, короче говоря, концепция. Знаете, в то время мы говорили про онкологическую настороженность. Помните, нас учили в институте иметь онкологическую настороженность. Здесь настороженность в плане сердечной недостаточности. То есть, смещение лечения влево. То есть, мы лечим артериальную гипертонию не только для того, чтобы достигнуть целевого уровня артериального давления, а для того, чтобы снизить риск развития хронической сердечной недостаточности, диагностической, о которой мы только что с Мария Владимировна говорили. То есть, здесь есть очень разумное зерно. Бесспорно, да. Это и профилактика, это и фактор риска сердечной недостаточности. Это раннее начало терапии. Но все упирается в то, как это все назвать. Знаете, как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и здесь. Если мы будем писать, что это риск, стадия А это сердечная недостаточность, то мы введем в заблуждение огромную массу терапевтов и кардиологов. То есть, они будут считать, что это и правда сердечная недостаточность, хотя никакого отношения к этому не имеет. То есть, это вот вопрос, который мы сейчас интенсивнейшим образом обсуждаем. А самое интересное, что было в последний слайд, нам покажите. Самое интересное, что было в Праге, это вот эта вот схема. Как лечить больных с сохраненной фракцией образцового желудочка. Ну, Мария Владимировна, вам слово. Да, конечно. То, о чем мы сегодня уже говорили, это появление нового класса препаратов, появление тех данных, которые есть. Конечно, этот класс препаратов доказывает свою не только эффективность в отношении лечения диабета, в отношении лечения обладания, обладая большим нефропротективным свойством, но и лечения сердечной недостаточности. И в данном случае предложены варианты использования SGLT-2 в терапии пациентов. Но самое главное, что они, понимаете, это пока еще консенсус. Это, ну, то, что мы с вами, Ольга Николаевна, проходили несколько раз, это консенсус, ну, будем и так, пока экспертное мнение. Это не рекомендации, это не стандарт, это мнение. Итак, начать. С чего мы сейчас начинали? С ингибиторов ППРФ и ботаблокаторов. Здесь рекомендуют начинать именно с глифлозинов, а потом, в зависимости от фенотипа, мы добавляем застойные диуретики, не очень сильно застойные, сперунолактоны для всех, опять-таки, для всех фракций выброса мужчин и женщин, армии, и только если они не переносятся, тогда сартаны. И вот обратите внимание, чего здесь нету? Бетаблокаторов. Бетаблокаторов здесь нету. Хотя, в наших рекомендациях мы что говорим, начинать терапию с речной остатки, правда, с низкой фракции выяснили в желудочке, а не сохраненной. Надо с ингибиторов ППФ или сартанов и бетаблокаторов. Здесь, чтобы было понятно, почему в данном консенсусе нет бетаблокаторов. Это, во-первых, американский консенсус. Второе. Это, конечно же, пациенты, и, скорее всего, пациентки, больше всего, с сердечно-сохраненной фракцией с избыточной массой тела и гипертоники. То есть, здесь нет того количества больных, с ишемической болезнью сердца, мужчин, которые у нас лидируют в сердечной недостаточности, для которых бетаблокаторы облигантны. Здесь бетаблокаторы идут в плане лечения артериальной гипертонии, как правило, они идут вторым эшелоном. Поэтому появился такой консенсус. Насколько это будет все адаптировано в Европе, посмотрим. Насколько это будет акцептировано в Российской Федерации, тоже посмотрим в 2024 году. То есть, нас ожидают, с вами Ольга Николаевна, достаточно интересные два года баталий, экспертных советов, обсуждений, утверждений и формирований новых рекомендаций. Я думаю, что тут я уже могу предсказать, не только как специалист общины, как член, как вице-президент Российского кардиологического общества и как член комиссии по клиническим рекомендациям, что, конечно, мы начнем с классификации. В этом году, по идее, должна быть она уже у нас сформулирована, если удастся, то принято к концу года на Конгрессе поселения в декабре этого года. Дальше это уже утверждение на съезде кардиологов на будущий год. Вот. А по лечению будем думать, будем думать, будем сформировать такую концепцию. Понимаете, идея сейчас какова? Сделать это простым алгоритмом, понятным алгоритмом для терапевтов, геронтологов, гириаторов, для всех тех, к кому и попадают эти пациенты. Вот такие новости были в Фраге. Да, Юрий Никитич, Марина Владимировна, спасибо вам огромное, очень интересно. И, наконец, просто, ну, наконец, появился алгоритм для лечения сердечной недостаточки с оградной францией выброса. Потому что сколько лет мы говорили, что вот мы можем лечить, а эту не можем. Вдруг вот такой, значит, мы уже все, теперь идем по этой дорожке, теперь это все будет лучше, точнее. Конечно. И что-то будет обязательно что-то изменится. Тем более, что для геронтологов, конечно, это очень важно, потому что сердечная недостаточка с оградной францией выброса и проблемы пожилого возраста однозначно. Таких пациентов у нас очень много, много в клинике. И это просто очень хорошие новости, мне кажется. Спасибо, Николаевна. Мария Владимировна, огромное вам спасибо за такую интересную дискуссию и очень четкое обозначение вот этих новостей. В общем, мы будем ждать российского консенсуса, мы будем ждать изменений российских рекомендаций. Ну и, кстати, консенсус по сердечно-недостаточности у пожилых тоже наверняка уже куда надо имплементировать вот эти новости. Конечно. Мы не зря же мы это сделали с вами в 19-м году. Да, а теперь уже начали менять, уже начали работать. Это, естественно, течение консенсуса, обсуждения, рекомендации, стандарт. Огромное вам спасибо. Вам спасибо на приглашение. Дорогие наши доктора, большое вам спасибо. Вот, Юрий Никитич, очень ждали вас, очень ждали вас с вашими сотрудниками вместе. Спасибо. всегда огромное количество слушателей и хорошие отзывы, очень хорошие. Спасибо вам большое, хорошего отдыха вам летом, я думаю, что он будет, и встретимся еще на площадке Медпоинта. Спасибо огромное, до встречи. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok